Принесли на нулевое ТО, так сказать, замечательный велосипед на литых дисках Человек купил, сам не смог ничего настроить В магазине ему, где продавали, тоже настроить ничего не смогли Работает все нестабильно Хочу рассказать, в чем прикол Во-первых, здесь нет ни одной металлической детали Все сделано из сплава чермета В который там пихали и металлы, алюминий, банки консервные И, соответственно, весь металл здесь очень мягкий Все резьбы срываются достаточно быстро И есть вероятность получить какую-то травму, катаясь на таком велосипеде Допустим, если очень сильно затянуть винты, просто лопнет вынос и так далее В чем здесь первая проблема? Проблема здесь первая, вот в этом вот амортизаторе Потому что здесь алюминиевая резьба И если ездить, и он будет работать Вот эта гайка, если я покажу, она эту резьбу просто сорвет Поэтому желательно с самого начала либо поменять этот амортизатор на другой На нормальный, который будет стоить хотя бы 500 рублей Или затянуть эту гайку до упора, чтобы меньше было давления И задний амортизатор просто в принципе не работал Тогда меньше вероятность, что эту резьбу сорвет Но все равно рано или поздно она разболтается Все вот эти втулки, все вот эти пластиковые вставочки Умирают очень, вон видно, да, качество какое Изготовление металла Так, фокусируемся, о, какие-то ржавчины Вот, вот эти вот все втулки очень быстро разбиваются Пластиковые И видно, да, какая здесь здоровая пластиковая втулка Это все очень быстро ломается Дальше, литые диски Смотрятся они, конечно, красиво Но как только вы наезжаете на какую-нибудь кочку На какое-нибудь препятствие, бордюр Такой диск может просто лопнуть, разлететься в дребезги И все И на этом как бы трагедия происходит Дальше, посмотрите, как идут у нас все вот эти рубашки Посмотрите, сколько здесь изгибов Там внутри тросик металлический Внутри рубашки пластиковые направляющие И когда тросик ездит по этой рубашке Он всю эту пластиковую часть растирает И начинает в ней тормозить очень сильно Соответственно, вот эти все рубашки, которые здесь идут Они должны быть очень правильно заправлены Они вот так вот, как вот сейчас все это здесь заведено Все это трется об раму И видите, да, какой изгиб Насколько здесь много вот этого тросика Он должен уходить вот сюда, вот напрямик к ручке Все это очень быстро истирается Быстро портится, быстро ломается Тормоза здесь, ну в принципе, они будут работать Несмотря на все свои люфты Тормоза настроить можно А вот передний переключатель Сейчас я его покажу поближе Смотрите, какая здесь тонкая рамка То есть, насколько это быстро все Может выйти из строя То же самое задняя рамка Это не настоящий Shimano Это, к сожалению, по отдельности Shimano Он очень сильно люфтит Он очень быстро разваливается А шатуны стальные И они гнутся То есть, если приложить усилие Кстати, видно, что здесь уже ржавчина То есть, если приложить усилие То шатуны достаточно быстро гнутся Резьбы взбиваются Педаль отваливается Что еще? Ну, сиденье сделано из очень плохого материала Оно белое, оно уже видно, что испачканное Хотя я его еще руками даже не трогал Быстро рвется вот эта дермантина Очень быстро все это пачкается Грипсы из обычного поролона Ну, тоже, соответственно Все это быстро просто в клочки изорвется Комплектация очень богатая Смотрите, тут фонарики Какие-то сигналики Звоночки Все на свете сделано Вот Но это все непрактично Внутри вот этих втулок Стоят, по-моему, подшипники И они очень быстро тоже разбиваются Колеса перестают работать нормально То есть, в принципе Велосипед этот можно, конечно, до ума довести Чем я сейчас и буду заниматься Но работать нормально он не будет никогда Начинаем обслуживание этого ПМВ Нулевое техобслуживание, так сказать Потому что на нем проехались Ничего не работает Проблема первая Как вы видите У нас Ну, то, что ржавое, ладно А то, что гайки не закручены Ни на одном из этих колес Где промподшипники Сейчас я буду их протягивать И фиксировать Заодно проверю, как закреплены роторы То есть, это первое, что необходимо сделать Посмотреть втулки Снял диск Подтянул все гайки Все закрепил Крутится хорошо Но Небольшой люфт есть в самих подшипниках И он уже не устранил Потому что подшипники плохого качества То есть, ничего тут с этим уже не поделать По крайней мере, гайки сильно раскрутятся На макетах велосипедов Типа вот таких вот То есть, это не велосипед А макет, который обычно хранится где-то на стенке Очень аккуратно надо закручивать эти винты Потому что, во-первых, можно сорвать резьбу В самом колесе Во-вторых, головки сворачивает То есть, они очень быстро развальцовываются Завальцовываются Заводы их специально не дотягивают То есть, оставляют Можно их спокойно еще на целый оборот провернуть Когда начинаешь их тянуть Надо прям вот очень-очень аккуратно Варить момент Потому что, не дай бог Чуть-чуть провернешь И все И либо резьба сорвана Либо головка сорвана Такое вот качество Ротор, кстати, неплохой здесь Жесткий ротор Такой хороший То есть, погнуть его будет сложно Иногда из фольги делают А вот ротор здесь прям нормальный А вот подшипнички, конечно, люфтят И вот здесь вот видно, да, шайбочка стоит Это прям с завода Потому что, то ли ось так неравномерно запрессована То ли она просто не по размеру Прям с завода поставили шайбочку Чтобы были одинаковые расстояния От гаек до самой вилки Сейчас буду заднее делать точно так же Задним колесом все то же самое Сначала снимаем диск Потому что он не закручен Нам надо до нижней гайки добраться Потом снимаем специальным съемником Вот эту вот трещоточку No name Young and Shank Чтобы добраться до этой нижней гайки То есть, если переднее колесо в домашних условиях Еще можно законтрагаять То для снятия заднего колеса Нужна трещотка, чтобы все это законтрагаять То есть, гайки откручиваются просто рукой Поэтому сейчас буду все их подтягивать Делать нормально На заднем колесе также вот шайбочка стоит Потому что не могли подобрать точно И люфт Здесь Сейчас я попробую показать Одной рукой не получается Но люфт здесь Намного больше, чем на переднем колесе Но и ось уже немножко кривая То есть, не сильно она кривая Но Небольшой уже есть Вот это видно Не надо не по гайке смотреть А вот по оси То есть, вот чуть-чуть уже деформировалось Металл более мягкий, чем на хороших закаленных осях Ну вот На заднем колесе Три винта затянуть невозможно Там проблемы с резьбой То есть, я их подтянул Но еще чуть-чуть И они лопнут Это печально Новое колесо уже в таком состоянии Что теперь делаем Теперь, значит, каретку Сейчас снимаю заглушки Протягиваем винты Да, разбирать мы ее не будем Потому что она не люфтит Значит, она затянута нормально Только проверим затяжку шатунов Проверим затяжку педалей Проверим затяжку всех винтов Вот здесь вот Аморт я уже затянул до упора Насколько смог руками Потому что здесь ключом никак Затянул руками, чтобы он не пружинил То есть, мы из двух подвесов делаем Одноподвес Подножку проверим, что она закручена И дальше посмотрим Поставим колеса Посмотрим рулевую То есть, я подтяну все винтики Я не знаю, насколько они тут вообще сорваны, не сорваны Получится ли их затянуть или нет Вынос немножко, попробую подтянуть И потом начну настраивать все, как обычно Традиционно шатуны не протянуты Сняли заглушечки, протянули штуны Педали не закручены На полоборотик я их подтянул Дальше боюсь Потому что могу сорвать резьбу Задняя вот эта вот защита Переклюка, видите, как загнута Упирается в переключатель То есть, надо ее сейчас вот отогнуть Еще один косяк Так вот бутылка закреплена на раме Вы знаете, да, что вот эта крышка Она начинает со временем подтекать Разбалтываться Вода будет постоянно течь на раму Сейчас буду вынос смотреть, что там с винтами Вот эти все подтянул Винты Они были вот эти два нормальных Вот этот не затянут А вот здесь, вот с этой стороны Сорвана шляпка Прям там просто нету Шестигранник прям с завода То есть, винт бракованный какой-то стоит Эти тоже подтянул Проблем очень много Не покупайте такие макеты Но вот человек очень сильно просил Сейчас буду дальше делать Рулевая сама затянута вот этим винтом нормально То есть, люфта нет В принципе, нормально Он крутится тяжеловато, но нормально Верхний был винт затянут вообще очень сильно Я его даже не смог не повернуть никуда Не стал дальше А вот нижний был ослаблен Нижний подтянул Эти винты тянулись явно не крест-накрест Как положено А как-то по очереди Какие-то были затянуты посильнее Какие-то послабее То есть, от пол-оборота до оборота Тихонечко пальчиком я протянул их То есть, велик собран отвратительно Кто на вид их собирает Тому руки надо отобрать Оторвать Хотя, конечно, этот не велик Но вот Что сможем, то сделаем Поставил тормозную машинку В нужное положение И теперь надо разобрать Вот этот непонятный Пучок проводов Зачем он вообще вот так вот здесь сделан Непонятно Все это скручено И это, соответственно, ничего не работает Сейчас мы все хомуты срежем Начнем подрезать рубашки Самое интересное, что у нас На одном тросике Нету заглушечки Тоже это все надо будет подрезать и поставить Да, сразу хочу предупредить Что вот эта крышечка Ее очень сильно тянуть нельзя Потому что они лопаются И ездить опасно по грунтовым дорогам Потому что просто вот здесь очень мало металла Крышки лопаются, разваливаются Даже у дорогих велосипедов они лопаются У этого лопаются они моментом Как обычно Как обычно у нас правая ручка Правая ручка идет на передний тормоз Это неудобно Потому что если человек правша Он должен тормозить правой рукой И тормозить он должен, соответственно, задним тормозом О, нащупал грипсу Снизу Она треснувшая И рога очень неудобные Они сейчас я сфокусируюсь Пустотелые То есть вот туда палец входит Можно порезаться Об эту кромку Хотя она не острая Но все равно можно резко схватиться И порезаться Такие грипсы лучше сразу выкидывать И рога выкидывать А грипсу, наверное, придется Я не знаю, клиент поменять С другой стороны Посмотрю Здесь нормально Здесь все целое Вот, соответственно, сейчас перекинем рубашки Переднюю налево И буду их укорачивать под размер Оптимальная подводка Для тросика переднего тормоза Выглядит вот таким вот образом То есть у нас тросик Точнее рубашка Она не чиркает нигде раму Даже при повороте Она не касается рамы И тросик в ней будет хорошо ходить Ему будет здесь удобно Комфортно Приятно, скажем так Ходить здесь тросик Дальше вот эта вот боночка Видно, да, что она приварена криво То есть тросик должен идти Сюда вот вниз А она вот так по диагонали стоит В принципе, тормоз сейчас будет работать Сейчас я его настрою Очень интересная проблема возникла То есть есть какой-то звук Когда крутится колесо Когда крутится сама Звездочка Звука нет То есть такое чувство Что то ли гайка То ли шайба Скребет по внутренности Трещотки И отсюда какой-то звук Сейчас придется опять все снимать Причина шума непонятна Вал крутится Звуков не издает Трещотка тоже крутится Тоже звуков не издает Надевается она С огромным зазором То есть она ни обо что вообще не чиркает Чиркать в принципе не может Здесь тоже обод внешний Может быть что-то внутри механизма Но вообще как бы я вот На снятой трещотке этого не слышу Не знаю Есть какой-то посторонний шум Звук идет откуда-то из трещотки Как оказалось То есть она ничего не чиркает Просто внутри механизма Что-то трет Колесо снимать Огромная проблема Потому что вот это расстояние От колеса до рамы И вот здесь Оно минимальное То есть мы могли бы сделать На сантиметр больше И было бы колесо снимать намного проще Каждый раз после снятия Сбивается настройка тормоза Слышно, да, как он начал чиркать Хотя я его до этого настроил Все потому, что каждый раз Когда велосипед сажается Точнее колесо сажается на раму Чуть-чуть на долю миллиметра Оно смещается Потому что здесь гайки со всех сторон И за счет этого сбивается настройка То есть в полевых условиях Снять колесо Поставить обратно Настроить тормоз Целая проблема Потому что и снимать неудобно И настраивать придется Так, еще Здесь у нас достаточно большая толщина Крепления диска То есть вот эта вот Достаточно длинная штучка А винтики где-то только до половины заходят То есть в принципе При желании Сейчас они держатся Но в следующий раз Когда там ротор менять Или что-то протягивать Можно взять винты более длинные Чтобы они всю резьбу прошли Можно резьбу попробовать перенарезать И на крайний случай Можно с той стороны еще гайкой сборать Скажем так То есть в принципе Это такой ремонтопригодный вариант Крепления Вот этого ротора То есть несмотря на то Что здесь металл очень мягкий Можно пройти насквозь винтом И закрутить его Чуть-чуть шлифануть напеленком Чтобы он плоский был И ротор притянуть Но Это как бы Проблема тоже Распет нас беленький Поэтому после того Как я поработал Снял колесо Поставил Руки надо опять помыть Чтобы все было чистое Настраиваем Задний тормоз Смотрим Как я провел рубашку Видите сколько ее здесь много Так она не чиркает раму Но она слишком здоровая Сейчас я буду потихонечку По сантиметру отрезать Чтобы вот этой петли Было поменьше Чтобы она шла более плавно И результат вам покажу Столько кусочков я отрезал От этой рубашки Сейчас надену новый красивый колпачок Так вот выглядит отверстие развальцованное Теперь рубашка заходит Красиво Без вот этого Помните Перегиба Вот настолько Заходит она и сюда Относительно ровно И самое главное Вот сюда она заходит Почти идеально То есть она не будет тереться Об края вот этой штучки Будет работать лучше Если еще короче Обрезать рубашку Она может вываливаться То есть не будет вот этого упора Не будет вот этого натяжения В принципе вот это вот Нормальный результат Сзади то же самое С одной стороны Мы рубашку хотим спрятать Сзади вот этой рамки Да Понятно что об эту рамку Она будет царапаться Если амортизатор будет работать Провести ее снаружи Слишком большое расстояние Она будет вообще Вот так вот болтаться Здесь вот видите Сколько всего напихано И пока Не знаю я что с этим делать Пока я делаю тормоз То есть если я сюда Заведу рубашку Следим за линией Видите насколько она Более длинная становится Вот это можно все отрезать Но Наш амортизатор работает То есть вверх-вниз Колесо ходит Соответственно здесь должно быть Какой-то небольшой Небольшой запасик что ли Хотя рубашка будет тереться Но все равно его надо сделать То есть я отрежу Вот от этого Только половину Но все равно я его укорочу Смотрите насколько длиннее Стал тросик Лишний То есть если он был вот так вот Примерно Даже по-моему вот здесь Вот было крепление Смотрите как он здоровый То есть вот это все Вот это все Болталось там в рубашке Это все должно Должен был Пере... Ручка Пружинка в ручке Должна была вот этот лишний тросик По всем вот этим изгибам Каждый раз вытягивать Соответственно быстрее Протирается тросик Быстрее Ломается пружинка Больше всего износ Поэтому лишнее Все лишнее Надо всегда удалять Такой вот более-менее Плавный изгиб получился И по крайней мере Сейчас все это Замечательно работает Не считая шума В трещотке Сейчас я отрежу Лишний тросик Надену наконечник Оставляем процедуру С передним И задним переключателем То есть вот у нас тут Дофига Дофига Лишнего ненужного Вот передний Я уже отрезал Смотрите сколько Вот это вот Длина тросика Которая была не нужна Которая мешала Красиво Забравить рубашку И уменьшить Сопротивление тросика По всем изгибам Заднюю часть рубашки Я укорачивать не стал Потому что в принципе Она нормальная А белой рубашки У меня нету Если я отрежу Чуть больше Я не смогу Ее нормально Ровно заправить Придется новый кусок искать А белой у меня нету Поэтому я решил оставить так В принципе здесь почти идеально Может быть там 2-3 миллиметра Надо подрезать Смотрите Да вот на сколько Ход тросика уменьшился То есть было вот здесь Вот крепление Теперь будет вот здесь То есть тросик будет легче ходить Рамки переключателя пружины Будет легче работать И комфортнее будет переключать скорости Еще что забыл сказать То что Здесь тросики стоят И на скорость И на переключение Одинаковые И они обе 5-ти миллиметровые И при этом скоростные Это достаточно странно То есть Волокна у них Продольные Не поперечные У тормозных А продольные Но при этом диаметр 5 миллиметров Поэтому тросик там Со свистом летает И еще больше люфтит Из-за этого Обнаружен колпачок На тросике Заднего переключателя Поскольку Шаман Ненастоящая поддельная Вот это вот все Крутится очень туго Особенно На монетке Переднего переключателя Я сейчас замучился Его настраивать Выше и ниже Поднять я его Не могу Потому что Краска уже поцарапана И будет это видно Плюс рамка Как бы она Не под эту защиту То есть Под звездой Допустим Рамка подходит Но защита мешает Если я поставлю Рамку чуть ниже Она будет защиту царапать Но видите Да Насколько Как далеко Вообще рамка Находится от звезд Переключателя Я как не пытался Его выровнять Слишком высоко Короче Из-за этого Страдает качество Переключения Очень сильно А вот задний Кусочек рубашки Чуть-чуть Коротковат Если здесь Она заходит нормально Вот здесь Видите Под каким углом Если бы петелька Была бы Буквально На 5-10 мм Побольше Он бы сюда Более плавно Заходил Такая вот история В принципе Может быть Цепь его Конечно Но цепь его Не натягивает Сейчас попробую Винтом Еще буду Сейчас регулировать Может быть Винт Вытянул Должно быть По идее Вот так вот Чтобы более плавно Заходил И тросик Не терся О внутренности Вот этого Металлического Барашка Здесь еще проблема То что защита Кривая И она Чуть ли не чиркает Обрамку переключателя На третьей скорости И что-то с педалями не так Они как-то Неприятно Противно Люфтят И вот такой Вот переключатель Я так понимаю Что он поддельный Но Не фокусируется Как-то он Очень С хрустом Переключает В принципе По наклейкам Видно Что они Ненастоящие Как-то Вниз Скидывает Нормально А наверх Прям какой-то Такой вот Какой-то Непонятный Хруст У него происходит Я нажимаю И он Как-то Не дает щелчка То есть Не сбрасывает А наверх Вот что это Вообще Без звука Без всего Какая-то ерунда Вот Рамка Очень слабая Ее видно Да Начинает Вот так Перекрашивать И переключатель То же самое То есть Он более-менее Сейчас Ровно стоит Относительно Звезд Петух Я не правил Потому что Это бесполезно На металлической раме Но Нет идеальности Работы Идеальной Четкости Работать Но Работает Вот Такое Красивое Чудо В принципе Все настроилось Насколько Этого Хватит Я не знаю Потому что Металл Мягкий Все винты Вырывает Сложно Сказать Сколько Работает Такой Мягкий Переключатель Такая Мягкая Рамка Ну Реально Они Болнают Настоящие Шиманы И Конечно Передний Переключатель Сейчас По-светую Покажу Ну Реально Он не щелк Сейчас У нас 15-15 То есть Сколько это По времени Целый день Ушло С 11-30 До Пол Четвертого Потому что Еще надо Крылья Надеть Еще надо Замочек Повесить Клиенту Все это Рассказать Еще Минут 15-20 Уйдет По времени Большая Часть Дня Ушла На сборку На стройку И Насколько Этого Хватит Вообще Неизвестно